Итак, здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия – это первичные описательные статистики. К первичным описательным статистикам относят числовые характеристики изучаемого признака. И основное их назначение – это замена множества значений одним числом. Таким числом может быть меры центральной тенденции, меры изменчивости, и меры связи. Сегодня мы с вами поговорим о мерах центральной тенденции. Что это такое? Это число, характеризующее выпорку по уровню выраженности измеряющего признака. И в меру центральной тенденции существует три способа ее определения. Это мода, медиана и средняя. Проще всего определяется мода. У каждого из этих значений в статистических программах используется английское обозначение, поэтому я вам тоже это напишу. У моды оно следующее. Вот так. Кроме этого есть сокращение. Когда вы получаете уже готовый результат, после обработки статистической, то обычно в таблицах с данными стоит вот такое обозначение. МО. Это значит мода. Так вот, мода – это значение из множества чисел, которое встречается наиболее часто. Ну, например, приведу пример. Ряд чисел. 3, 7, 3, 5. Совершенно произвольно как бы. В этом ряду чисел наиболее часто встречается цифра 7. Поэтому модой является именно цифра 7. Ну, или, например, какой-нибудь другой пример. 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9 и 10. В этом случае наиболее часто встречается 9, поэтому модой будет являться 9. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что здесь речь идет именно о частоте встречаемости, а не о количестве раз, о том, сколько раз встречается эта семерка. То есть модой является именно цифра 7, а не то количество раз, которое встречается в этом ряду. То есть не 3, а именно 7. Далее принято считать, ну, как бы, не всякое совокупное значение имеет единственную моду в строгом понимании этого определения, поэтому есть определенное соглашение об использовании моды. Какие они? Так, я пока это сотру. Их всего 3. 3 соглашения об использовании моды. Первое. Значит, если все значения в группе встречаются одинаково часто, то принято считать, что моды в этом случае отсутствуют. Ну, например, 3, 3, 5, 5, 6, 6. Эти числа встречаются одинаково часто, поэтому моды здесь нет. Второе. В случае, когда два соседних статистических значений имеют одинаковую частоту, и они больше частоты любого другого значения, принято считать, что мода является средним этих двух чисел. Ну, например, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, и 4. То есть, 2, 2, и 3, 3 встречаются в этом ряду наиболее часто, поэтому мы складываем 2 и 3, то есть, мода у нас равна 2 плюс 3, и делим это на 2. Получается 2,5. То есть, мода в этом случае равна 2,5. И третий случай, когда два несмежных значения в группе имеют равные частоты, и они больше частот любого другого значения. И тогда можно сказать, что в этом случае две моды. Ну, например, ряд чисел три единицы, вернее, три раза встречается 11, и три раза встречается 14. И в этом случае общепризнано, что две моды. Первая – 11, и вторая мода – это 14. Ну, в принципе, это самое основное. Те правила, которые следует учитывать при определении моды, также стоит знать, что если вы имеете дело не с рядом чисел, не с рядом чисел, а с графиками, то вот, например, график гистограммы, то вот на таком графике модой будет являться самая высокая точка. Ну, например, она равна 6. Вот, и в этом случае мода равна 6. Такой график называется унимодальным, то есть график, который имеет одну вершину. Если у графика будут два одинаковых значения, например, 4, то модой будет являться уже другое число, и такой график будет называться бимодальным, то есть би означает два. Это основные правила, которые следует знать. Поговорим далее о медиане. Медиана по-английски звучит как медиан и имеет обозначение МД. Ну, медиана тоже достаточно легко определяется. Это значение признака, которое делит упорядоченное множество данных пополам. То есть это середина. И получается, что те значения, которые стоят перед медианой, являются меньшим числом, а те, которые стоят после, большими значениями. То есть они оказываются меньше медианы, а другие оказываются больше медианы. И вычисляется она тоже несколькими способами, их три. мы с вами разберем два наиболее часто встречаемых. Ну, например, если данные содержат нечетное число, то есть нечетное количество чисел в ряду, то медианой является середина. Например, 11, 13, 18, 19, 20. Здесь представлено пять чисел, соответственно, это нечетное число, и медианой является середина, то есть 18. Далее, если в ряду четное число, то медиана является среднее этих двух чисел, которые стоят посередине. Ну, 4, 9, 13 и 14. Соответственно, мы берем 9 и 13, складываем их и делим пополам. У нас появляется медиана. Третье, оно очень редко используется, в основном используется именно два вот этих способа определения. ну, я могу просто сказать, что если в данных есть объединенные классы, то необходимо провести табулирование данных. А об этом более подробно расписано в лекциях, поэтому мы сейчас останавливаться на этом не будем. Так, ну и последнее. Это среднее. оно обозначается как мин. И оно также достаточно легко определяется в ряду значений. Чаще всего оно используется, когда нужно посчитать средний возраст или какой-то средний показатель по тесту. Для этого используется среднее. ну и чаще всего оно называется выборочное среднее либо среднеаритметическое. И соответственно у этого среднего есть формула, по которой вычисляется само значение. с виду оно вообще страшновато, конечно, но обозначение у него разное. будем использовать вот такое обозначение большая буква х с верхушкой с крышей и с точечкой. есть формула у среднего арифметического она описывается так. Есть определенное множество чисел, то есть мы взяли какой-то признак, оценили его по определенным показателям и получили набор чисел. Так вот это как раз и есть те показатели, которые у нас получились. Например, по тесту. Мы все это складываем и делим на то количество человек, которое у нас участвовало в опросе, то есть на n. И соответственно получаем это называется средней совокупности n значений, которое обозначается через вот это вот как раз символ и определяется таким образом. Вот. Ну и достаточно это легко, если, например, у нас расположены здесь люди, а здесь оцениваемый признак в баллах, например, да, балл. Ну, например, этот человек поставил по этому признаку 3 балла, здесь 5 баллов, здесь 2 балла, здесь 7 баллов, то получается, что мы складываем эти баллы и делим на количество человек, то есть на 4. Таким образом получаем среднее арифметическое. Ну, в общем-то, на этом все. 4-5 — 5-7 5-7 — — Продолжение следует...